Привет, друзья! В этом видео мы свяжем красивый узор спицами. Ажурный зигзаг. Вот так он смотрится. Здесь ажур получается за счет накидов. И этот узор имеет выраженный волнистый край по бокам. Раппорт этого узора состоит из 11 петель и 28 рядов. Этим узором можно связать джемпер, свитер, кофту, кардиган, ажурную кофточку, майку, футболку. Вот так смотрится лицевая сторона узора. А вот так изнаночная сторона. Теперь я вам объясню схему этого узора. Это схема для поворотного вязания и в ней приведены лицевые нечетные ряды. А все четные это изнаночные ряды. Их нужно вязать по рисунку, то есть так как смотрят петли. Единственное, обратите внимание, что здесь в этом узоре, вот этот крестик, это петля платочной вязки. То есть в изнаночных рядах эту петлю нужно провязывать тоже лицевой петлей. То есть и в лицевом ряду лицевая и в изнаночном лицевая. Раппорт этого узора состоит из 11 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Вот раппорт узора здесь обведен рамочкой. Также в этом узоре есть одна петля симметрии перед раппортом. А вот это вы можете посмотреть условные обозначения к этой схеме. Теперь давайте приступать к вязанию узора. Я на спице классическим способом набрала 14 петель. То есть 11 петель это раппорт узора, плюс 1 петля симметрии, плюс 2 кромочные петли. И я буду вязать этот узор поворотными рядами. Начинаем с первого ряда. Итак, первую петлю, это кромочная, я снимаю. Вяжу петлю симметрии, это изнаночная. И потом начинаю вязать раппорт узора. Три лицевые. Потом вот эти две петельки я провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом делаю накид, лицевая. Снова вот эти две петельки я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Следующая петля это петля платочной вязки. То есть я ее провязываю лицевой петлей. и в изнаночном ряду я тоже должна эту петлю провязать лицевой петлей потом я делаю накид лицевая изнаночная раппорт связала последняя кромочная изнаночная я провязала 1 ряд по схеме дальше нужно вязать 2 ряд и все четные это изнаночные ряды их нужно вязать по рисунку то есть так как смотрят петли все накиды в этих изнаночных рядах нужно провязывать изнаночными петлями но не забудьте про петлю платочной вязки дальше в этом видео я буду показывать только как вязать лицевые нечетные ряды и так теперь начинаем вязать третий ряд по схеме кромочную петлю я снимаю дальше вяжу петлю симметрии это у меня изнаночная петля и начинаю вязать раппорт узора 2 лицевые следующие вот эти две петельки мне их нужно развернуть то есть повернуть стеночки этих петель потому что я вижу бабушкиным способом и провязать эти петельки вместе одной лицевой с наклоном вправо потом я делаю накид лицевая следующие вот эти две петельки я должна развернуть и потом провязать их вместе одной лицевой с наклоном вправо потом у меня идет петля платочной вязки то есть вяжу лицевой следующая у меня лицевая накид лицевая потом я вяжу изнаночную все раппорт я связала последняя эта кромка изнаночная пятый ряд по схеме кромочную петлю я снимаю вяжу петлю симметрии это одна изнаночная петля и дальше начинаю вязать раппорт узора 1 лицевая вот эти две петельки я их разворачиваю и я их буду провязывать вместе одной лицевой с наклоном вправо потом делаю накид лицевая снова вот эти две петельки вот я поворачиваю и провязываю эти петли вместе одной лицевой с наклоном вправо следующая петля это петля платочной вязки то есть провязываю ее лицевой затем у меня 2 лицевые накид лицевая изнаночная последняя это кромочная изнаночная 7 ряд по схеме кромку я снимаю вяжу петлю симметрии это у меня изнаночная и дальше начинаю вязать раппорт узора значит вот эти две петельки разворачиваю и я их буду провязывать вместе одной лицевой с наклоном вправо то есть за передние правые стеночки потом накид лицевая снова вот одну петлю вторую петлю я пересняла и вернула на левую спицу то есть я петли эти развернула и провязала их вместе одной лицевой с наклоном вправо затем у меня вот идет петля платочной вязки то есть я ее провязываю лицевой следующие я повяжу 3 лицевые 1 2 3 делаю накид лицевая изнаночная все раппорт сязала последняя кромка изнаночная девятый ряд по схеме и так кромку я снимаю вяжу петлю симметрии это у меня изнаночная петля дальше начинаю вязать раппорт узора я провязываю 2 лицевые следующие вот эти две петельки я их поворачиваю и я их буду провязывать вместе одной лицевой с наклоном вправо потом у меня петля платочной вязки то есть это лицевая опять две петельки поворачиваю вот и провязываю эти петли вместе одной лицевой с наклоном вправо то есть за правые стеночки потом я вяжу лицевую накид лицевую накид лицевую изнаночную все раппорт связала последняя кромка изнаночная 11 ряд по схеме и так кромочную петлю я снимаю вяжу петлю симметрии это изнаночная петля и вяжу раппорт 1 лицевая следующие 2 петельки я их разворачиваю и провязываю их вместе одной лицевой с наклоном вот вправо то и за передние правые стеночки дальше я вяжу петлю платочной вязки то есть одна лицевая следующие 2 петельки вот тоже разворачиваю и я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо затем у меня лицевая накид потом 2 лицевые накид лицевая изнаночная последняя кромка изнаночная 13 ряд по схеме и так кромку я снимаю вяжу петлю симметрии это изнаночная и начинаю вязать раппорт узора вот эти две петельки я их поворачиваю и провязываю эти петли вместе одной лицевой с наклоном вправо затем у меня петля платочной вязки то есть лицевая снова вот эти две петельки я их буду разворачивать вот повернула эти петли а потом я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо то и за передние правые стеночки потом лицевая накид 3 лицевые накид лицевая изнаночная последняя кромка изнаночная 15 ряд по схеме кромку снимаю дальше вяжу петлю симметрии это у меня изнаночная и начинаю вязать раппорт узора лицевая накид потом у меня петля платочной вязки лицевая а следующие две петельки их нужно провязать вместе одной лицевой с наклоном влево то есть за задние стеночки потом я провязываю лицевую накид снова две петли вместе одной лицевой с наклоном влево потом я вяжу 3 лицевые изнаночная раппорция зала последняя кромка изнаночная 17 ряд по схеме и так кромочную петлю я снимаю вяжу петлю симметрии это изнаночная и начинаю вязать раппорт узора лицевая накид лицевая дальше петля платочной вязки лицевая следующие две петли я провязываю вместе лицевой с наклоном влево то есть за задние стеночки потом у лицевая затем накид снова провязываю две петли вместе одной лицевой с наклоном влево потом две лицевые изнаночная раппорт связала последняя кромка изнаночная 19 ряд по схеме кромочную петлю я снимаю вяжу петлю симметрии это изнаночная петля начинаю вязать раппорт узора лицевая накид потом 2 лицевые петля платочной вязки лицевая потом я провязываю вот эти две петельки вместе одной лицевой с наклоном влево лицевая накид снова провязываю вот эти две петли вместе одной лицевой с наклоном влево потом вяжу лицевую изнаночную раппорция зала последняя кромка изнаночная 21 ряд по схеме кромочную петлю я снимаю петля симметрии это изнаночная начинаю вязать раппорт узора лицевая накид потом 3 лицевые следующая петля это петля платочной вязки то есть тоже лицевой потом я провязываю вот две петли вместе одной лицевой с наклоном влево то есть за задние стеночки после этого я вяжу одну лицевую накид и снова провязываю 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево потом у меня изнаночная последняя кромка изнаночная 23 ряд по схеме кромку я снимаю вяжу петлю симметрии это изнаночная и начинаю вязать раппорт узора лицевая накид лицевая накид лицевая потом провязываю 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево потом петля платочной вязки это лицевая следующие вот эти две петли тоже провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево затем у меня две лицевые изнаночная раппорт связала последняя кромка изнаночная 25 ряд по схеме кромку снимаю потом я провязываю петлю симметрия это изнаночная и начинаю вязать раппорт узора лицевая накид 2 лицевые накид лицевая следующие вот эти две петельки я провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево потом петля у меня платочной вязки лицевая опять 3 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево лицевая изнаночная последнее это кромочная изнаночная 27 ряд по схеме кромочную петлю я снимаю петля симметрия изнаночная начинаю вязать раппорт узора лицевая накид потом 3 лицевые потом у меня накид лицевая следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево затем петля платочной вязки то есть лицевая и следующие 2 петельки провязываю вместе 1 лицевой с наклоном влево изнаночная раппорт связала последняя кромка изнаночная и так друзья вот я провязала 28 рядов в высоту и это есть раппорт узора и сейчас узор нужно повторять с первого ряда и у меня получается вот такой интересный ажурный узор то есть он имеет вот такой выраженный волнистый боковой край то есть вот видим вот такая идет волна с этой стороны и с этой стороны а сам вот он получается ажурный значит на этом образце я выполнила раппорт узора один раз в ширину и один раз в высоту и давайте сравним сейчас другим образцом не более четко видно этот узор вот этот образец на котором я выполнила раппорт узора три раза в ширину и вот так он выглядит то есть он имеет вот такой выраженный волнистый боковой край то есть с этой стороны и точно также с этой стороны узор очень симпатичный хорошо подойдет для вязания плечевых изделий то есть вот так он смотрится вот вот такой зигзаг или волна добавляйте такой узор свои копилочки и всем большое спасибо за внимание пока пока